Я не готов. Сейчас. Это все надо установить у меня. Сейчас, минуту. Видишь, она не просветилась даже. Я думал, потом сделаю. Так. Изображение пропало. Сейчас, сейчас, сейчас. Копит. Я тоже не знаю. Хорошо. Хорошо. Сейчас я открою. Так. Вам видно? Нет, будет так. Ну, они знают ничего. Мир всем. Здравствуйте. С миром. У нас все пропало. Мы вас не видим. Но только мы не знаем, как это сделать. Ну, сейчас. Видно вам меня? Видно? Нет. Как? Вы меня не видите? Нет, не видим. Но не знаем, от чего зависит. От вас или от нас? Я не знаю. У меня все показано, что вы меня видите. Ну, ладно. Пусть будет так. Мы просто ни себя, ни вас не видим. У нас все исчезло. Как-то неудобно даже это. Я не знаю даже. А вот вы давайте сейчас выключите заново и через одну минуту зайдите. А вот появились, появились, появились. А видно? Да, да, да. Слава Богу. Вот и слава Богу. Так, слушаю, сестры. Ну, вот, Игнат Тихонович, немножко расскажу сейчас о себе опять. У меня что происходит. Эти выходные у нас стоялась паломническая поездка. Ну, я, конечно, молилась. То, мое любимое святое место, как бы, раньше я куда ездила. Там у нас старец, как говорят, отец Николай. К нему со всей страны едет. Народа очень много. Сейчас у них там монастырь женский спал. Ну, я, как бы, у него жила с обетом. Духовный чадо он меня не взял в свое время, когда я прослась. Но я думаю, может, на все были божьи. Потому что у меня жизнь послужила совсем по-другому. Вот, поехали, я, конечно, и так же одета, так же повязана. Ну, пришла, многие меня, конечно, не узнавали. Кто-то за монашек, кто-то нет. Батюшке, у него день те и дни, 18, у него было 84 года. У него исполнилось. Он все службы ведет, служит, принимает. У него не хотелось как дома. Но я считаю, что я все-таки должница много видела. И совет ему брала какое-то время. Помог он мне, молитвенную, и все. И вообще, я не делала своими руками икону. Говорите, говорите. Николай мне дал мне на икону дельничку, как бы, днис депончик. О, наклад, да. И держать мне было неудобно. Я еще сразу подарил. Еще, я вижу, что они недовольны вами были. Нет, я не знаю. Получалось, народу много. А мы приехали, поскольку рано. Были первые в очереди. А заману народу. Где-то, если он начал в 9-м числу, служит, кто-нибудь пораньше начинает. С 7, а так с 8. И где-то, наверное, ну, может быть, 8-20, когда-то началось по вырву. А икона у меня была большая. Большой размер держать на руках неудобно. Я думаю, надо мне ее все-таки подарить. Я же не буду все раздать. Я хотела, чтобы он носит в конце, поздравить его. Но думаю, я подойду, подарю. Она мне будет мешать молиться. А там уже у него на эскорде женщина была. Ну, я подошла ему. И самым главным я взяла вашу книгу. Костяну православию. Думаю, уже я давно об этом думала. Сказать ему, у меня нет возможности. Там с ним очень много людей. И нужно приезжать, останавливаться жить. Но у меня этой возможности нет. Поэтому я вложу туда всю вашу визитку. Дала икону и решила. Хотя, конечно, это не позволительная женщина говорит. Но я думаю, это надо было сделать. Основной сделать. Обратить внимание, чтобы он обратил на причины священства. Выделила. Но он, конечно, меня знал хорошо. И молился, и видел. Когда я езжала вообще. И поэтому увидеть меня вот так вот полезно. Я икону-то даю, подарила. Книжку пока еще не дала. И хотела тут же идти. Еще ничего не сказать. Но он меня такой же вопрос задержал. А вы кто? И мне это был удивительный вопрос. То есть, либо он меня не узнал. Либо он ее уведет чин какой-то. Но не знаю, что он его уведет. Я просто сказала, все равно сумелась. Вот, ушла. Потом уже, когда я подошла к ней, тоже книжку. Уже дала вашу, подарила. И вот, вот, вот тогда сказала, чтобы он обратил внимание. Сейчас у нас сейчас одна сестра пройдет. Не находит. Чтобы он обратил внимание на вот именно священство, и на крещение, и чтобы книги никому не отдавал. Ну, чтобы сам не читал. Я именно это имею в виду. Уже в конце еще, пока я походила, мы там было по шагу, мы брали на дорогу, значит, мы встречали там свой. Но он говорит, в тракезе не уходите. Я говорю, да нет, но я не люблю ходить по тракезе. Мы когда приезжаем, ни ходим, ни заказы, мы с тобой будем. Потому что, для меня, считаю, это в основном не важно. Там перекусили в дороге кто-то, ну, и ладно. Вот. Не знаю, будет он читать, не будет. Я считаю по совести, что я смогла, я не знаю. Потому что он человек, во сколько, скажем, Ну, очень многие дети не ездят. Так, у вас что-то, Екатерина, у вас что-то экран маленько трясется. Посмотрите, что. Он в то время трясется. Хорош, хорош, хорош. Так хорошо было видно было. Он маленько даже пониже. Именно вздрагивает, так, а такая у него трясется. Сейчас нормально вроде. Ага. Да, когда я сюда поехала, я молилась, чтобы Господь послал людей, чтобы поездка как-то состоялась. Но если быть волей Божией, и кого, каких книг, что сказать, как сказать, не спорвать, проповедовать. Ну, то есть я всегда, как обычно, молюсь, кому нужно быть, кому не нужно. И люди, конечно, всегда меняются в процессе. То, как, так лифт, то, что появляется, то, что решение. Потом, в последний момент у нас был один решительный человек, но водитель отказа себя и другого водителя. То есть у нас, как бы получилось все. То есть у него новые люди появились. Туда я стала немножко говорить. Но в основном про вас я начала расскажу на обратном пути. Про крещение. Именно про вас. Там, что занимается и саммерством, и сколько книг, и да, и все. И поскольку маршрутка, это все-таки большая народу много, и тому, что слышного там не было, они еще как бы разговаривают друг с другом. Ну, я думаю, Господь послал все-таки одного человека заинтересованного. Значит, визитки у меня с тобой еще одна была, но я, видать, все-таки самую. Может, не все взяла. И решил дать Николаю. Потому что он какой-то, я не помню, он в какой-то организации, в общественную. То есть он там непростой человек. Какое-то уже у него общество. Его заинтересовало, визитки он взял, но сидит мне в женщина, и она говорит, дайте мне, мне нужно отключение. Вообще отключение надо интересоваться. Он отвезет, когда я тебе. Вечером я ему позвонила, он спросил, как будете на вас, мне он, конечно, сказала, вот, а это можно для женщины Тамара, поскольку мне был интерес. Я зато здесь не могла сказать, мы приехали этим поздно, выезжали к нам в 5 утра, а вернулись где-то около 6. И я решила ее пригласить на сочи в инцилет. Он говорит, выходи, я тебе все объясню, покажу, потому что, вот, она, оказывается, по визитке не могла на вас выйти. Я не знаю, как уж, почему. Я ей показала, как выходить на вас по-другому. Большой автоматик по визитке тоже не выхожу. Я на вас просто набираю информацию, и на тело актере, и там ваш сайт. Вот, я очень много, много рассказывала, у нас не подбеседы, все ей понравилось. Кстати, она сказала, что у нее бабушка была старобрядка. Я говорю, как интересно. У меня есть много старинных книг, у меня там много было вопросов, она говорит, почему, например, когда читает актерский, там же вертается на первый икос, да, и делает повтор. Она говорит, а по-старинному там повторов нету. Никаких повторов. Мы, наверное, часа два мы с вами общались. Правда, вчера пробовал звонить, и что-то она была недоступной. Дважды звонила недоступной, мне, думаю, показалось, мало ли человек, думаю, может, что-то ей не понравилось, или она напугалась чего-то. Ну, сейчас буквально перед вами позвонила, сделала звонок, а кажется, она выезжала, вот. Мне не было, и она была в деревне. И я так обрадую, что все... Она, да нет, я еще не посмотрела на это, я уезжала в деревню. То есть на вас она не выходила, пока не смотрела. А тому мужчине много, которые вроде бы заинтересовались, ладно, но он говорит, я тоже пока не выходила. Остальные, когда я разговаривала о крещении, я так понимаю, люди слушают, но они для себя отмечают. Раз они крещены, крещение им не может. То есть я так понимаю, у них так... Как пелена, но они не понимают. Ну вот, значит, здесь была на праздник востоке. У нас там есть одна женщина, мы с ней до этого разговаривали, дважды от нее подходила, про вас говорила. Она все улыбалась, воспринимала, хорошо, но потом сказал, что я, типа, заплудилась, никуда пошла. Но ее много я объясняла, говорила, что община ваша, та же православная, но только в границе. В этот раз, да, потом она подходила перед причастием про сонные упрошения. Ну, я бы не знаю, я-то, если к ним, как можно, что говорит, что говорит, что у вас еще одна сонка подошла. Нет, нет, предпочтать все. Нет. И в этот раз она, она тоже причащалась, и я как бы думаю, наверное, надо подойти еще раз, потому что, когда я говорила о крещении, она говорит, ну, это же, и Анну был крещением. Стоит она на этом, то есть она не воспринимает, не правильно, что я имею в виду про полное погружение так. Я говорю, Иисус Христос, Спаситель, сам же заходил в воду, принимал от Иоанна крещения. Она говорит, нет, это вот Иоанна крещения, а здесь ходит сильнейший, ну, за Ним, который будет приседухим святым. Ну, я говорю, правильно говорю, я с этим не спорю, но я хотела сказать о другом. Я говорю, что крещение у нас, получается, два тайнца соединили в одно. И у людей насколько взгляд вот, я их себе вспоминаю, думаю, что раньше, когда у нас в Третьих, у нас же помогали, и крещение уже настолько в голове, кажется, что это единое целое. И поэтому думают, что погружение это как обряд какой-то. Она мне поэтому и говорит, ну, это обряд, это не обряд, это таинство. Вот она опять как бы немножко начала взмолчаться, уже не улыбалась, как раньше, а стоять, ну, как бы спорить. А я тоже как бы не люблю, если спорить, и решила ничего больше не говорить. Сказала только последние слова мои были, ну, почему же тогда придет Антиклер? Это присоторгуйся просто. Если все, как она интересна мне была выражение, она сказала, я же говорила, что у нас всего три общины, две, ваше там, Барнаульское, и Дереми, у вас три общины, и одна вот Москве. А все остальные, как бы, получаются, причины много, нет полного нарушения. Ну, повезло младенке, если где-то его полно крестили, а в основном, это обливает. Вот поэтому, а она ей говорит, ой, ну, неужели ты думаешь, что вот горстка вроде, только, а все остальные, вот вся страна вроде не так. Ну, я ничего не смотрела, ну, там, чувствую, что она уже не воспринимает, силы не будет, она настолько человек, такой, ну, ну, просто всегда у меня свое мнение есть, она руководит дома, то есть, даже, где-то, где-то, сына, нос, просто где-то, где-то, принимать мужские решения, поэтому, ну, она уже, у нас так получилось, но если, как, стоит управиться, чтобы она приняла свое мнение, может, так, где-то, прочитает, через Левангу, или, все, что-то, что самое интересное, знаете, вчера я буквально меня вот заинтересовала, думаю, ну, она не воспринимает, это она считает, что я уклонилась, что я что-то не в том, я, по вашей книге понятно, с вашей книги, я же не буду здесь заходить, я, мне вчера просто было интересно, думаю, дайте я зайду в интернет, есть ли там опрещение, и там я нашла, интересно, взяла для распечатки, думаю, это очень будет полезно, например, вот даже, если у меня еще полуническая поездка будет, но я ее в основном использую, теперь для того, как бы для проповедей, для благодолучия, вот, в основном, использую этот удобный момент, когда я людям говорю, они как бы выкопнуть, и не могут, и те от меня не могут, вынуждены как бы слышать, но примут они, и не примут, конечно, я уже не настаиваю, мое дело сказать, развести, а вот, что говорит Библия об одном крещении, там небольшая вот такая, если вам видно, видно, да, здесь вот это, призыв быть спасенным Божьим путем, единственный путь, здесь все из Евангелия, от Матфея, Иоанн, креститил, был ведомствоватым духом, в общем, и выделяет, тот же вышел из воды, не окропить, выделяет, точно так же, как вы делаете, да, святник, основные слова вы выделяете, подчеркните, там, от Матфея, от Марта, от Аны, Деяния, Кремлены, Полосяны, Деяния, все, что берут, и выделяет, Бог требует, чтобы образцу в его слове строго следовали, так, здесь, например, погреблись к ним, крещением, золото погреблись, они выделяют, крещение выделяет, да, и сошло бы в воду, это Деяние, то есть, они очень интересно понравились, именно все, чтобы обратили внимание, потом, то же самое, крещение, там же взялась, сделала распечатку, а так вот это можно, я так считаю, хотя я в этом не разбираюсь, но мне как бы Господь Помог подсказал, и я быстро это даже сумела распечатать, здесь, а, здесь Александра, С, церковь Нижнего Новгорода, я не знаю, кто он, но пишет все интересное, тут уже, как бы, вот на трех липках, информация на трех липках, крещение, что оно означает, что с ним связано, история крещения, то есть, все из Евангелия, опять слова Евангелия, выделяется, Деяние, а теперь, а теперь, кто и как крестит, а иначе, зачем креститься, также можно отметить, что крестимцы мы, крестимцы мы должны, полным погружением в воду, то есть, здесь выделяется это, нигде, так, именно полным погружением, потому что я же за это переживаю, люди как, никак, ну, и также пояснение даются, в общем, интересно, хотя там есть, конечно, инсектантские, но я понимаю, что это вот наше, православное, чтобы, как бы, не страшно было, единственное, Игнать Тихонович, я хотела бы спросить, вчера, когда нашла Евангию, я, и блаженый, прочитала толкование, но, у меня вопрос, так, 19, а вот, Деяние, 19 глава, во время пребывания Аполлоса в Каринке, Павел, пройдя в верхнюю страну, прибыл в Езюк, и, найдя там некоторых учеников, сказал им, приняли бы святого духа веровать, они же сказали ему, мы даже не слыхали, есть ли дух святой, он сказал им, во что же вы крестились, они отвечали, в Амова крещение, ну, тоже она об этом говорит, но я же не противоречивая, я о другом хотела сказать, дальше, Павел сказал, Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть, в Иисуса Христа, услышав этого, услышав этого, они крестились во имя Господа Иисуса, и тогда Павел взложил на них руки, и шел на них дух святой, и они стали говорить имени, и пророчества, здесь у меня вопрос такой, вот, получается, что они крестились, он же спрашивает, во что же вы крестились, они отвечали, воанного крещения, получается, значит, крестились, то есть, погружались, не признаваясь из Христа Бога, но не признаваясь из Христа Бога, не уверовали, просто как было покаяние, а второй раз, когда он объяснил, то есть, они уже во имя Иисуса Христа погрузились. мы видим, вот, я просто вам хочу показать, картина Иванова в Москве, в Третьяковской галерее, явление Христа народу, на Евангелии от Иоанна 1,29, когда он вот так простирает руку, и говорит, вот агнец Божий, который берет на себя грех мира, то есть, он указал на него, и люди, которые крестились, они каялись в своих грехах, что мы готовы принять грядущего Мессию, а они его не знали, не видели, и поэтому то крещение, прощение грехов не давало, оно только давало принятие покаяния, готовность принять того Мессию, который придет по указанию Яноба Крестителя, только это, и поэтому, никто раньше апостолов там не был, он пришел первый, и поэтому, естественно, спрашивал, особенно Деяние 8 глава говорит, когда в Самаре уверовали, а уверовали-то апостолы все в Иерусалиме были, как они уверовали? Там диакон Филипп проповедовал, а диакон, он не мог преподать Духа Святого, только через апостола Дух Святой сходил, это Божье установление, нам не надо туда же спрашивать, а почему не могли, Бог так установил, и все, почему? Почему глаза не на лбу, они ниже, почему нос тут торчит, тут можно что угодно говорить, Бог так сделал, и тогда апостолы, и Петр Иоанн, ни слова не говоря, никого не спрашивая, поднялись и сразу пошли, они знают, там люди уверовали, Христа признали, а Дух Святой ни на кого не сошел, они даже не спрашивали, они знают, что вся благодать, сходящая через апостольские руки, находится в Иерусалиме, 8 глава 4 стих, рассеявшиеся ходили благовестные, женщины, мужчины, а апостолы были на самом трудном участке, где самое большое гонение было, это Иоанн Затопус говорит, тут все на месте, а что там кто-то говорит, вы за этим не смотрите, вот выступает Кирилл, этот Кирилл говорит, Иларион Алпеев, это ближайший митрополит, патриарху, прямо говорит, только в полное погружение, выступает там Андрей, другой там Олег, стеняют другие, они не могут ничего сказать вопреки, это у них у каждого служебник с собой там дается в кармане, что такое крещение, это троекратное полное погружение с произнесением имени Отца и Сына Святого Духа, другого нигде нету, и вот показывают в интернете, стоит священник, или сейчас даже епископ кажется, и говорит, что такое крещение, крещение это когда человек уверовал во Христа, и троекратное полное погружение крестит, а сам держит ребенка, и рукой вот так плещет, говорит правильно, а по делам его не поступайте, как они перед Богом-то отвечать будут, это погребение, это не просто так, ты умер и тебя скрылось, теперь ты воскрес для новой жизни, Кирилл Иерусалимовский говорит, в нашей книге к истинному православию о крещении 136 свидетельств, у них ни одного нету, а вот знаете, это такая обстановка, внезапно человек умрет, то есть лгут, как только надумал креститься, его машины все давят, со всех сторон машины к храму подъезжают, и давят скорее его, ну врут они нахально, при том сказать, князь Владимир как крестил? Ну как, в Днепре, да как они стояли, и везде иконы есть, они стоят по грудь, руки не возлагали, а потому что это много народу, и он только во имя Отца все погрузились, во имя Сына погрузились, во имя Святого Духа погрузились, другого-то не было, так Крещатик называется, в Киеве, никогда по-другому-то не было, теперь мы смотрим, кто сохранил ту веру, ну обрядность, староверы, это, которые священство имеет, Белокреницкая, и Новозыпковская, они с собой не вместе, и отдельно Беспоповцы, это более 50 названий, и никто, нигде, ни разу, ни одного, повторяю, за 350 лет, ни одного, в Немочили, всех погружают, баптисты, всех погружают, адвентисты, всех, свидетели Илгова, нигде нету такого безумия, как у нас, почему, от католиков, это Украина, она оттуда, а католичная, все шлет и шлет священников, никто, это общее принятое, вода, воды нету, веры, веры никакой нету, вы даже, вы себя никогда не мучите этим, кто, что сказал, главное, что нам сказал Господь, что святые отцы, по порядку там, что говорит Златоус, что блаженный Августин, Кирилл Русалинский, все до одного, и патриарх Алексей Второй, до этого был, до Кирилла, и он говорил, крестите, где в полное погружение, где нет катехизации, идите в другие храмы, он не должен был этого говорить, он обязан бы здесь сделать, а не так, ну у нас плохо, пускай, а там пускай они безобразничают, так не годится, за каждое вот это неправильное крещение, священники отвечать будут на суде Божьем, великая беда, надлежит великой беде, говорит, Василий Василий Великий, это что-то будет упущено, а здесь не что-то, все, для крещения что требуется? Вера, живая истина, второе, полное погружение, третье бесплатно, все нарушено, крест это не бесплатно, а деньги, и главное, сейчас как они делают, если вас спрашивают, вас полно погружим, да, тогда еще 300 рублей добавить надо, вот мошенники, ну как это сказать, давай, я ложку, ложку тебе даю, давай, каждая ложка стоит рубль, тебе полную давать или нисколько, ну давай сухую, а не рот обмеривает человеку, сухую ложку сует в рот, то есть они знают по закону, все, у них по-другому не написано, только в полное погружение, других книг не было никогда, я называю это пираты, захватили корабль, и поэтому, если у нас хоть малое сомнение, это подобное морской волне, ветром поднимая раздеваемое, не допускать это, они говорят, они отлучат, от любви Божией, Павел говорит, кто отлучит, сколько теснота, выше, никто не отлучит, ты заботиться только об одном, как угодить Господу, а эти люди, и вот сегодня только прижми, где оно будет дрожать, как осиновый лист, да я не знаю, да мне сказали, они на друга будут перекладывать, вот когда мне они нападают, я говорю, знаете, если бы мы сидели сейчас с вами в одной камере, и знали, что сейчас с рассветом нам эти в лес заготавливать, ну как это было, пристали никогда, ссылали там, вы были бы совсем другие, если бы знали, вам никогда больше рясу не надевать, свечи не будете продавать, эти фальшивые, вонючие, а восковые, вы бы были другие, вы по-другому бы разговаривали, вам вать на штаны, сейчас мы пойдем в лес работать, пилить, вы совершенно другие, это вы друг перед другом, а как на меня епископ смотрит, как патриарх, все смертные, большая часть священства погибает, больше, вот собралось, допустим, 200 епископов, больше ста будут в аду, больше ста, златоуст говорит, а Серафим Саровский молился три дня, три ночи, и Бог сказал, вообще не помилуй, не пощажу, они вымыслами, человеческими, заменили истину Божью, а где написано, настольная книга священнослужителей, третий том, шестьсот первая страница, это чужие люди, люди сделали за стоянием каждого зверя, рассел Господь, говорит, ты враг, а теперь не знает, как собрать, как, самим надо уверовать, идти и нести, да, чтобы так вот все искажать, это нигде нету, даже на дороге, если красный свет, кто поедет, понимаешь, тебя сразу встречные машины сшибут, а это красный свет, Бог показал, вы были грешники, вы теперь покаялись, теперь умираете, воскресаете для новой жизни, ничего этого нету, зачем же спрашивать их, вы вооруженные, они будут, теперь снять платки с вас попытаются, потому что на их фоне, ну, видно, что люди посторонние, с улицы приходят, и в шапках, и без головного убора, вы выглядите совершенно по-другому, у нас такие были, она приняла крещение, поехала и на работу вышла, кажется, она работала с ребятишками, или что-то, я не знаю точно где-то, я привязался там начальник, а ты платок сними, а в Казахстане, а она говорит, а что же я буду снимать-то, на всех картинах русских, там у Репина, смотрим у Сурикова, как одеты-то, все так и одеты были, на икону Божьей Матери, посмотрите, ее принудили, принудили, то есть она не права, она бы не уходила, надо, чтобы поставили статью, а статьи такой нету в законе, это он сам, сам придумывает человека, но она пошла и говорит, теперь что мне делать, это работать, и там дочь не работает, и ей вдруг предложили работу намного лучше, это я не знаю, то ли в бухгалтерии, или где, она ни за что буквально, только свои цифры отвечает, до того довольна, я говорю, Валя, я же тебе говорил, ты доверься Богу, ни на кого не смотрите, ненадежен человек, который оборачивается назад, взявшись за плуг, иди только вперед, ясно дело, что выглядите не так, вот у нас приходит, когда там служба, митрополит, патриархийное все, и люди-то одеты, а вы с какого монастыря, да не с монастыря мы, из дома пришли, вот вам ответ. Евгений Степанович, я хочу сказать, что я переживаю, я не за себя переживаю, просто, этого человека, я давно знаю, давно общаюсь, вместе причащаемся, и она посты соблюдать, мы даже одно время ходили к ней, так сказать, к одной матушке, которая себя называла к одной матушке, конечно, я сама шла, я много читала, я много читала, я много читала, я много читала, но мне нужно было, какой-то, наверное, духовный пример, ну, с моим господством, я там много опыта получила, она тоже, но прошло время, как бы, там что-то открылось, и мы отошли от этой матушки, и вот она, как бы, теперь боится кому-то, дырять, типа, она говорит, сон, тут в жизни не бывает, с ним ошибки делала, и поэтому мне не лежало, когда мы причащаемся вместе, а от нее сокрыто, она не знает, я ей спрашиваю, ты не знаешь, как у тебя было, как причина, такое, там был полным погружением, или нет, она сказала, не знает, возможно, получается, что она маленькая, и она не помнит, и она как раз подходит, вот это, как он, когда нет, и свидетель, и все, но поговорить, и объяснить, или нет, и я так понимаю, что сейчас любой, кому подойди, вот так начни разговаривать, не все скажут, что она не помнит, как у них была эта причина, как оно происходило, но что интересно, по причастии к хобби всех, вот, я лично просто хочу сказать, я сама задумываюсь над этим, и себя помила, наверное, как дошли дать покой к ведению, и получается, что люди, наверное, так и священники, я так думаю, митрополит так думает, у нас же СВН два таинства, и вот оно это, по месту, мешает, люди думают, если, как вы говорите, помазали с одним раз в жизни, я бы не поняла, помазали на один раз, как они, как у даже Николая говорила, со мной в полном поездке, единое крещение, когда он не слушал меня о крещении, он еще не понял, потому что я имела в виду, что я хотела стать именно о полном погружении, если бы его не было, я не стала говорить, например, помазали, который дается раз в жизни при крещении, я не об этом таинстве говорила, я хотела именно о крещении в полном погружении, но об этом никто не знает, что сединили два таинства, и поэтому у них ищение, они знают, что мы понимаем, что символ веры, ведем крещение, они понимают, что крестить надо один раз, поэтому они считают, то, что я вам говорю, Но у них это в голове как будто второе крещение, а раз оно одно, второе быть не должно, поэтому они меня вообще не спрямляют. И я опять вспоминаю слова из Евангелия, не всякому духу верьте, не искупайте духу, я им говорю, но вы не верьте. А вы сразу начинаете осуждать, кто-то верите, кто-то, я там, свекте или что-то. Зачем вы сразу осуждаете, когда там сказано, не всякому духу верьте, но дальше же идет, ну не искупайте. Но вы не верьте, но вы не надо осуждать сразу, вы разберетитесь, вы заинтересуетесь, вы поговорите, вы спросите. А я думаю, в процессе беседы, оно может как-то открыться весьма, задавая вопросы друг другу. Но дело в том, что беседы не происходят, человек сразу закрывает, на своем уме и наставе, и меня тогда сразу отталкивает. Вот мне понравилось, если у меня Тамара пришла, мы с ней разговаривали, она говорит, ну как же при советской власти-то за ними, нацепке было скрыто, полное погружение делать было нельзя, а так совершенно постоянно на дому делали. Ну как же, полное, то есть дело, погружение, я говорю, а что у нас в реке нет? Ну у нас везде, у нас в реке Волге, Сильягу, у нас все, воды очень много, можно было при желании, ну ладно, если на реке нельзя, так можно было какой-то сосуд. Я говорю, представь, я, например, жила в беремене, у нас в городе марш стоял, булочки огромные, молочи в темноте, при желании, кто бы хотел бы, валить в эту дочку, он тебя покрестил бы так же, и все равно знали, что на дому все дали, и крестили, и все, поэтому, говорю, это просто от незнания. Ну или бы как-то... Катерина, это не от незнания, это грех запечатал. Это вы, вы думаете, какое знание-то? Вы просто спросите, скажите, слово крещение мы откуда узнали? Ну откуда? От греков, от греков получили. А по-гречески как оно звучит? Простите просто, чтобы они ответили, знают они или не знают. Если знаете, просто скажите, не знаете, давайте посмотрим в книге. Как по-русски перевести? Перевод только один, погружение, другого нет перевода. Погружение. Ты была крещена, а погружения нет, у меня не было крещения. Крещение означает погружение, погружение с головой. Как Кирилл Иерусалимский говорит, как сходим во тьму могилы, а потом воскресаем. Ну нет ничего, обман. Если они говорят, было, а ты, говоришь, маленький не знает, открой ему, скажи, шестой вселенский собор. Себе запишите, это главное правило. Шестой вселенский собор. Восемьдесят четвертое правило. Оно у меня там к истинному крещению, там все указано. Если ты не знаешь, по малолетцу свидетелей нету, немало не сомневаясь, прими крещение. Он до священия крестить будет и добавляет, ащи не крещен. То есть, где-то в детдоме была, или свидетелей никаких нету, ты не должна дня медлить, немедленно ищи и погрузись. А вы спросите, скажите, а почему на Афоне? А Афон вы признаете, скажите, Афон? Православных-то. Если признаете, а они-то ваше крещение моченете, нигде не признают. Кто русский ед, они всех крестят в море. Афон никогда не признавал вот это мочение песком, слюнями, там и не знаю чем. Это они обманщики, обманщики, понимаете, обманщики с большой буквы. И теперь, вот сейчас канонизировали воины Лука и Сенецкий, врач. Он ни под каким видом их не признавал. Он крестил их, и все вы обмануты, ни разу не были крещены. Они обманывают, они скрывают от людей. Вот материал, который я даю о крещении, к истинному православию в книге, там, лучше его, то есть, полнее нету. Вот отдельные места выбрать, посмотреть, показать. А он не так. Тебя Бог испытывает. Вы желаете жить благочестиво. А Павел говорит, желающие жить благочестиво будут гонимы. Присот говорит, гнали меня, будут гнать и вас. Мы не ищем, но так будет. Почему? Павел говорит, гонимы от лжебратьей. Лжебратьей. Одно дело, которое гнали его иудеи, другое, свои лжебратья. А другие были люди, которые верующих не принимали даже к себе. Диатрефы называются. Это евангелист Иоанн пишет. Диатреф говорит, изгоняй тех, кто нас принимает. Это все было. Вы совершенно спокойны должны быть. Сказала и отойди. Отойди, дальше молись. Не пытайтесь словами их переубедить. Это причина грех. Грех, нераскаянный, грех в безумии. Если малое не так будет сделано, малое надлежит быть в великой беде. Василий Великий говорит, а тут совершенно нету. Нету. Вот я могу показать фотографию, это у меня где-то есть. Патриарх Кирилл крестит. Сам патриарх. Купель. Она в купеле примерно вот столько воды. Рядом, похоже, два епископа стоят. Там женщина улыбается. Он ребенка держит, вот так вот, допустим, этот вот ребенок, он его вот так держит, ноги кверху, одетого, и ладошкой вот так. Это патриарх делает. Этот разврат они делают. И это не стыдятся, выставляют. А другой священник вот так вот берет ребенка, вот этот вот, я опять покажу, ребенок. Он вот так к воде его подносит, головой задел, а потом ногами. Потом опять головой. Я такой эквилибристики не видал еще никогда. Вот что они делают. Да нам зачем говорить и судить это? Мы сказали один раз, и отойди, делай свое дело. Когда нам Бог это открывает, мы должны благодарить. А они им засвидетельствовать. Скажи, шестой Вселенский собор. Если так говорит, то вы-то кто? Собор это сотни епископов. Второе правило собора говорит. Это говорят трубы Духа Святого. Они ничего не знают. Им не надо деньги, деньги, бизнес, один бизнес. На одних крестиках 2000 процентов. А Карл Марс говорит, когда 100 процентов наживы, капитал показывает оживление. А когда 400 процентов, ну допустим 100 вложил, а 400 взял. Нет того преступления, на которое капитал не пойдет. Под страхом виселицы. А здесь 4 виселицы перед ним. И они на это идут. Вот и весь ответ. Будьте спокойны, к этому не возвращайтесь и не повторяйте. Не надо. Вы просто делайте свое дело. Ищите людей, которые желают знать истину. Я попрошу вас, Катерина, вы меня нигде не поминайте. Нигде. Совершенно забудьте. Меня там нету. Если я показываю, Златоуст сказал, при чем тут я? Я показал 8 глава День Апостолов, при чем тут я? Меня вообще нету здесь. Я просто показал, перелиснул страницу и сказал, прочитай. Я говорю, 6 Вселенский Собор. Я показал, меня нету здесь. Моих слов ни одного нету. Они тут лгут. То есть показать, что я нехороший. Ну я нехороший, я грешный. Ну еще спрашивать. Но Господь-то судит не за то, что я грешный, не там кашлянул. А за то, что мы его любим, Господа, он прощает нам. И говорит, возлюби Господа Бога. А значит, это его заповедь. Хотите, чтобы принял вас? Возлюбите заповеди мои. Возлюбите Евангелие. А этого-то нету. Люди вообще не знают ничего. Вы скажите, знаете, придется разговаривать. Скажите, когда было крещение? Ну, 1800, на этом 90-м. Ну ладно. Это 989-м. А скажи, а почему только в 1876-м перевели Библию? Почти тысячу лет не переводили. Почему? Это надо понимать. Руководство, святую Библию вообще спрятали от народа. И кто? Епископат. Я сколько лет искал и искал. Какая причина-то была? И, наконец, архивы. Сейчас опубликовали. Метрополит Филарет был там, какой-то амфитеатр, Недроздов. Он пришел к царю и говорит, Ваше императорское величество, не давайте переведить Библию. Не надо ее переводить. Если народ узнает, что Библия написана, в стране революция будет. Люди поймут, что тысячу людей гнали, людей в другом направлении. Не давайте людям Библию. Вот что означает это. Сознание, священное. Люди легко понимают, идут не в ту сторону. Я хочу сказать, а у меня Библия, еще 26 лет назад, когда я тут побратилась, вот российское библейское общество, Москва, 95-й, по благословению Петерархи Руси, Руси и Второго. Ну, вот такая вот красная. Я вот ее читала, и что интересно, в черном, то я ни разу не видела нигде. И у кого не спрошу, у всех такая. Вот вы говорите, даже эта Библия, 1600 церкви, Синобальника, даже ее спрятали. Нигде я не вижу. Вот у меня тут такая. И у кого не спрошу, у всех такая. Так библейское общество, они не принимали. Библейское общество. Они просили, своими средствами сделаем. Вот издали к тысячелетию Крещения Руси, Библию Лопухина. Она в 12 книгах, а потом в трех ее сделали. И написали, это русскому народу раздать бесплатно. Они там делали сборы по всему миру денег. В Стокгольме-то. А эти как получили, и стали там, сейчас помню, кажется, 200 рублей что ли было. А 200-то рублей в те времена. Вот у меня оклад был в сторону 72 рубля. 100 рублей, это уже оклад был. И продавали только так. Им сказали, мы бесплатно привезли. Они собирали деньги по всем странам. собрали и сдали. Привезли. А они стали торговать. Они не могут без... А нам деньги нужны. Целые составы водки беспошлиной, табака Кирилл гнал сюда. Весь мир знает. Андрей Кураев говорит, ну, нужны были деньги. Он не отрицает этого. Речь идет о миллиардах долларов. Не о миллионах. Табак и водку гнали сюда. Спаивали народ, когда народ и так весь спился. Как мы можем смотреть на них? Только опустив глаза. И они не стыдятся нас за то, что нам Бог воссиял светом, и они нас же долгят. Это награда безмерно велика, когда тебя будут гнать как недостойного. Радуйтесь и веселитесь, что имя ваше понесут как неугодное. Не надо больше об этом говорить. Я очень прошу. Вы побыли, узнали. Благословен Господь. Пойте Аллилуйя Ему. Есть акафисты на русском языке. Слава Богу за все. Они сейчас их переписывают и какого-то подставляют. Это Григорий Петров написал за несколько дней до расстрела. Слава Богу за все. Они ее продают, акафист. За все. За ребенка, когда первый крик был. За ученых, которые изобрели. За все, за все. У вас есть он акафист этот? Могу. Вот так. Это Григорий Петров. Просветитель российский. В сталинском гулаге был расстрелян. Я опять вернусь, когда с этой женщиной разговаривала. Ну, про крюченьки. Она их прикищает и находит. Вспомнила. Она говорит, а священник говорит, что антихрист пришел. Я говорю, как он пришел-то? Когда там сказано, то правильно написаешь, когда есть круга с собой. А сейчас-то нет у нас, у нас даже границы не пали. А там сказано, и границы не будет. Ну, там много чего. То есть, она приводит одну фразу с Евангелия, а остальное тоже не знает, мне не читать. Я только, когда Евангелие раздаю, спрашиваю иногда, что-то приходит, кто-то воспринимает. Они боятся. Я им поясняю. Видите, что там благословение патриарха, что там восстанавливает православный крест. Если учить немножко разбираться, что это не секторно, что это. И некоторые распоминают, да, смотрят. Патриархи убегают. В этот раз я справа иду, уже, как бы, за остановку прошла, остановилась машина передо мной, вышел парень. А у меня первая мысль, я говорю, считаю всегда первую мысль от Бога. Потому что если первую не принял, вторая и дальше. Там уже, вот, ну, опыт такой небольшой у меня есть. Я ему сразу, предлагаю, говорю, у вас есть Евангелие? Хотите Евангелие? Там благословение, патриарх, Алексея? Но он промолчал сначала. Я думаю, вы увидите меня, как он видел, и стал он меня, я только приду, уже и дальше бегу. Может, скажу быстро? Приду, слышу, он говорит, а, давайте. Я поорачиваюсь, обрадовалась, дала и показываю, открываю. Вот, говорит, благословение, вот, говорит, кресло салитоничное. А у септанцев этого нет. Если что, ну, приходите к священию, спросите, они вам скажут, что это наше, православное Евангелие. Ну, то есть, добавляю уже, там, говори. Вот. Тут, сейчас помню, еще не кого, который в поездке со мной был, он тоже, сын Ана. Я так думаю, многие все вот этим зациклены. Я в свое время тоже, как говорится, была и царел, много смотрела. Ну, как-то, я не знаю, вышла, но Господь меня покрыл от этого. Я выходила, правда, дважды. Иступала на эти грабли дважды. Первый раз я впала в Унылую, но было это два месяца. И там совпало, свадьми, я там, могу сказать, каким-то откровением от Бога, да? Я усиленно стала менять свою жизнь, стала молиться, я очень боялась, и вдруг вот это, и я еще не разбираюсь, в это погружаюсь. Потом с одной сестрой встречаются, они все с семьей, они мне приводят свой опыт. Они говорят, мы тоже в это время, когда вышли, погрузились, мы, говорят, в год, я была в таком состоянии, в таком умении, это невозможно быть, я не хочу в это, больше, в такое состояние. Я говорю, человек в городе родилась, в городской, абсолютно все броски в эту деревню, я не могу. Потом проходит период, я вроде восстанавливаюсь, все это, тема оставляю, исповелюсь, причащаюсь, ну как все, в участках в Таинствах, проходит какой-то период, я продолжаю молиться, я опять попадаю на эту тему, потому что заостренно все было, и опять я наступаю на эти граммы, и опять усиленно смотрю эти ролики, и в параллельно молюсь. И вот опять я попадаю в небольшое умение, и потом себя ловлю на мысли, и понимаешь, что раз и нет врага, ну а цитаны, значит это что-то здесь не так, а что я могу понять. Единственное, что я молилась, и просила Бога, дождь, избавь мне от печати антихриста, я думаю, эта молитва мне помогла, и вспоминая свое, там, отравление, которое мне Господь давал, у меня сейчас то, с чем связано, я очень сильно просила, очень хотела спойтись, и именно вот эту избавь мне от печати антихриста, как раз это все от воздуха, вот, я и на острову ходила, кстати, я услышала недавно, как раз фразу, что он не семейный человек, но я могу сказать, он лично, я когда вышла на него, еще не знаю, просто смотря и слушая, я это почувствовала, я поняла, что он человек одинокий, ну то есть нет детей семьи, я не чувствую это, и то, что он неподвижный, это чувствовалось, но единственное, когда какое-то время я слушала, и мне не понравилось, когда он сказал о пречащении, что-то там мне показалось с тем несоответствием с физическим, которым я читала раньше, ранее, ну вот, но в свое время, когда я что изучила, время проходит, конечно, я уже не стала повторять, что-то память там утеряна, но думаю, частично, что-то я, конечно, не помню, но что-то мне показалось, что-то мне не то, мне нравится, я его сразу перестала смотреть, вышла потом одно время на Владимира Балдина, мне очень смутило сначала некоторые вещи в нем, что-то было необычно, что он так сидит, спином по алтарю, как он прокурил, заговорит, сидя, вот как-то необычно было, вот, но потом я решила, тоже так, не всяком духу верьте, но испытывайте, я решила, как бы это, вылбите, посмотреть о нем, что, как, о чем он говорит, как он проповедует, что интересно, моя та знакомая, которая раньше, вот на Эмонен, как и я, попадалась на эту удочку, она, когда к ней я поехала, знаешь, на такое ощущение, ты вышел, как это так-то, она говорит, ну я уже знаю, вот 20 лет уже, езжу, мне много было, скорее, идти в детстве, очень много помог, а я говорю, а почему, что мне не сказал, я прямо по точке, а это или я что-то, нахожу, открываю, я рассказываю всем, если я хочу спотясь, я желаю спасения другим, я обязательно об этом рассказываю, а почему ты от меня стреляла, а потом вспомнила, когда я возила по логинским поездкам, меня к нему, я выморгал, ему многие звали, по этим, по этим, а я говорю, опять вспоминая вот эти слова, мне в ангеле, я услышала на неком всяком документе, я говорю, я не знаю этого человека, как я могу вести людей, чтобы перед Богом отвечать, если бы я его знала, ну, как бы, касалась мне, живой не увидев, была, как бы, да, а как мне я могу повезти, ну, вот я отказываюсь, я его не знаю, а после этого она из-за самой слышать слова, поэтому оно и не открылось одним, а сама я вышла эфир и, кажется, больше даже узнала, зачем он о нем именно из интернета, нашла его завещание, очень интересно, как он это все, представление было, как он священником стал, как дети у него стали, она так удивилась, она даже для этого не знаю, ну, посмотрел, все интересно, но потом мне некоторые вещи мне не понравились, и я откажу от него, но единственный момент могу сказать, да, так сказать, благодать есть, конечно, потому что в один момент, когда я слышала проповедь, Господь сказал мне мой грех, он сказал, коснулся меня благодать, и я понимаю, что, да, у человека есть благодать, свой талант какой-то, да, но и все меня в нем устроило, я все как бы искал идеал, Смирнова смотрела, много за меня это слушала, да, но не устраивало мне много, не нравилось, и потом вот я именно через болгарского, да, как это было, на котором он говорит, детей-то, это было, это на рабище, отец Михаил, отец Михаил, и Смолюс за него, так вот, как начали говорить, как сразу, и Генцарь главы, вы его совет, а они просили вашего совета, вы им сказали, идите благорестуйте, оставьте монасты, монастыре там женщины, а сами с монастами строят, они там, вот эти строительственные дошли, это благодаря им, по-моему, но который не хотел за нашу патриарху молиться, он там сказывался, вы говорите, идите проповедуйте, и вот так, я там когда увидела, увидела вас, удивилась, говорит, что это же человек, мне очень интересно стало, и вот так я вышла через него на вас, и поэтому, я думаю, я нашла в жизни, расходный медал, то, что я искала, можно сказать, в идеале, то, что многих может не хватает, вот, и я благодарна Богу за это, и сейчас вот смотрю, про Дмитриевский войс, с этими поездами, с праздниками со службы, я немножко тут проповедую ваше, интересную, собрание, конечно, как-то епископ один был тут, ну, они так, заочные, не здесь рядом, а уже был здесь, а потом уехал, и говорит, а вот вы держите, усещение, Игнатию, а у меня вот тут яромонах говорит, Владыка, вы мне покажите, чтобы я так увлекся тоже, ну, и нахожусь рядом, и помогаю, он здесь у меня был, помогал составлять книги, он сильно в интернете разбирался, ну, покажите где, епископ ни слова не сказал, нету моего ущения-то, мои книги, это не два дня, повторяю, это со второго года, считаю, сколько это уже сегодня, ну, 14 лет это определенно уже, 15, может, лет, исследуют в разных епархиях, сенсорские отделы, монастырь в Одессе, Киево-Печорскую лавру, книги там, профессора участвуют, и по сегодняшний день Дворкину там отдали, и по сегодняшний день ни одного слова нету, нету, я говорю, а почему не отвечают, а мне ответили, они что, самоубийцы, если они признают, что я не прав, они должны сразу показать правду, как надо, а правды другой нету, а то, что они делают, делают там все только бизнес, деньги, у них больше ничего и нету, показывают, как секретарь епархии, священника деньги вымогает, а священник пришел, и магнитофонщик свой взял, как сейчас в интернете-то раздули, этого священника сразу на место отправили, куда, деньги, 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 вот проезжает я архиерей, когда кого-то посетить, какое-то село надо, обязательно, чтобы в конверте, как всем были деньги, а священник говорит, а где я, а другой говорит, я, говорит, машину уже готов заложить, ну нет денег-то, обязательно, чтобы были деньги каждому в конверт, меня один партеерей спрашивает, а вы такого знаете, епископа, хоть одного, который бы деньги не вымогал, я говорю, знаю, и что, в патриархии, я говорю, да, я не знаю, я всех знаю, ну всех-то ты, конечно, я говорю, батюшка, не знаешь, но вы его близко знаете, 13 лет спали, пили и ели вместе, а кто он такой, я говорю, Истихий Курочкин, он у патриарха Кирилла, домодедовским, пять лет был, он у нас был, здесь, 13 лет, у него носков даже нету, и на него не наденешь ничего, он сам своими руками храм восстанавливает, он не сидит, он работает, вот и все, я его знаю, а почему именно нам Бог дал такого, я не знаю, птица слетается к подобным себе, а вам такого и дает, что он из вас душит вас, дай денег, а он никогда ни разу не спросил, ну когда батюшка едет, он, конечно, отчисляет ему, там отвезет, что и деньги, ну мы обязаны содержать, а чтобы вот так трясти, у нас вообще этого не было, у нас с тарелкой не ходят, вообще не ходят, ни разу, и это нельзя делать, и нигде ничего не продается, ни свечи, ничего, вот вам пример, мы живые, и нас может завтра не будет, ни одной свечки не продавали, а свечи горят восковые, как, на пасеке, берем большие круги воску, сестры вот выливают, теперь батюшки получают, там запах, как будто пасека у батюшки там, запах-то такой, и сколько надо, батюшка или там, щтец вставляет, и все, вот вы у нас посмотрите, когда начинается богослужение, за 7 минут свет мигнул, все зашли, в это время, кто уже приходит, он не зайдет, он будет стоять в коридоре, все молятся, 7 минут, полная, мертвая тишина, не кланяться, не ходить, ничего нельзя, мы благодарим Бога, за эту прошедшую неделю, как у нас возникло, дальше царские врата открываются, кто опоздал, теперь заходят, а если кто-то бывает где-то, ну с работы вот там, с ночной-то, ну придут, будут стоять, пока батюшка не пойдет, чтобы никого не толкнуть, ну можно же это сделать-то, мы начинали на новом месте, а то вот нельзя, нельзя, как нельзя, можно, с тарелкой не ходят, ничего не продается, а как, десятина, десятина Богом установлена, а торговля, Господь изгнал, изгнал ее торговлю, дом молитвы сделали вертепом разбойников, это разбойники, вот я и говорю, пираты захватили корабль церковный, но мы сказали, перестаньте, больше не говорите, теперь только о себе заботе, если где надо, потом потихоньку скажите, напишите, он тебе сказал, 84 правило, все, скажи, мы можем его изменить? Не можем, а почему же нам его не исполнять-то? С нас Бог спросит, святая соборная церковь-то, а у нас какая? Каждый свой угол тянет, не горится. Потому что я по себе знаю, что человеку нужен пример, у нас даже женщины, вот когда их завершат, по-моему, вступаясь, вот это сделает, как усилие, то у нас даже уже в возрасте одна держится с другой, как маленькие дети, ой, я одна не поеду, они только двое, ой, в храм я одну не хожу, по секунду, по тре, они прям как малые дети, боятся, но и по себе знаю, сколько я уже, 26 лет, в храм хожу, я стараюсь везде одна, ни с кем, наоборот, призывая в Лику, да, если повезет, мы можем сделать одна, но можем быть им примерным, необходимым подвижностью, благочестностью, живой пример, поэтому я как бы показываю, что вот есть общение, есть люди, которые не просто говорят, но исполняют и делают, это настолько необычно. Ну вот, у нас, это будет когда, 3 июня, июня, вот рядом, две недели, полторы недели осталось, будет день деревни, вот мы с нуля православную деревню строим, вот скажите, ну вы хотите, чтобы люди жили свято, чисто все, да, ну погублено, 21 тысяча деревень, тысяч, это потеря территории, брошенное все, там будут другие люди жить, это говорит Дмитрий Смирнов, который лучше нас, там мусульмане или кто-то, Бог нас изгоняет, а теперь мы берем землю, получаем статус, строим церковь, своими руками, школу, своими руками, школа там мирская, а учителя верующие, ну можно начать, вы говорите, машите руками, но вы сделайте это, чтобы никто в деревне не пил, не курил, не матерился, не воровал, не лгал, вот это вот, пять условий, ну попробуйте, даже никто не берется, так это целая страна, а на нас проще всего, ну, а что тыкать пальцем, ты сам начни, пустырей много, ну бери, нету, никого, а вот проще всего, а ты виноват. Мы вот хотим, если Николаевна к вам собираемся приехать, и вот лучше, то она на крещение ходит, но мы, конечно, надолго не можем, у меня отпуск небольшой, у нас ремонт начинается в июле, меня там сразу отзовут, ну, у нее тоже, муж, божьего рода, дача, огорода, все связаны. 8 июля крещение у нас еще. Да, да, если мы поедем к вам, ну, у нас, до Барнаула, до Барнаула, по-моему, от нас поезд идет в 8,5 в суток, то есть туда обратно, вот уже нужно 5 дней только на дорогу, и у вас мы где-то, может, 3 дня, больше мы не сможем побыть. Вот у меня это... Даже 3 дня стоит, пока мы живы, пока мы живы. А теперь, с какой стороны поедете, я говорил уже оттуда, поезд, если 96-й останавливается рядом, не доезжая, там, 20 километров, а если с другой стороны, тут из Барнаула 150, надо добывать... Ну, мы тут скажем, наш ест таксист. Да, у нас вопрос, вот, когда мы будем ехать, что мы сможем нас тут встретить? Мы сделаем звонок, и сообщим, ну, я предварительно вам не напишу, с какой стороны мы будем ехать. Ну, да, вы... встретили, чтобы нам уже знать заранее, надеяться, нас тут встретить, что мы не будем где-то бросены. Я 2 июня уезжаю, потому что 3-й день деревни, и обещал приехать митрополит, и вы увидите. Вот у них приезжают, ну, хористки там как одеты, к нам приехали, они все как вы по форме. А то, говорит, ничего не сделаешь. Только сказали одно слово, и сразу все переоделись. Все ребята с поясами. И все это мы выставили. И там теперь показывают чудеса православия. А у нас племянник у меня, не племянник, а внучатка, служит в армии. И там у них фильм показывают. Показывают там, какие чудеса, там огонь, там это все. И показывают нашу деревню. Идет служба, и ласточки поют. Христос воскресе, и ласточки сидят и поют прямо рядом с ними, а тут же гнезда прям... Вот, говорит, какое чудо, как а так? Летали, молчали, как Христос воскрес, запели, ласточки прям забивают. Поют, и поют, и поют, и щебечут. И это считают чудом православия. Оно действительно интересно. Чудо или чудо. Проект, Паша Ростанова поехал. Ну, это просто Господь так делает-то. Ничего и нет у нас. Какие мы тут? А вот Бог так все делает. И вот люди, которые приезжают, были вот сколько? В прошлом году четыре человека у нас были из Канады в лагере, из Канады. Они пересадку делают в Париже, потом в Москву прилетают, а потом в Барнаул прилетают, а потом отсюда... Какие расходы-то? Ну, они искали, говорят, по всему миру, по всем интернетам нигде не нашли такого лагеря. на каких условиях, как у нас каждый день занятия идут, как встаем, как... Ну, все абсолютно у нас ничего не скрывается. Нам говорят, так жить нельзя, у вас все открыто, как дом-два. Я говорю, а что-то такое? Да там плохое что-то. А у нас что плохое? Мы встаем на молитву, утром гимнастика дети делают, каждый несет ведро воды, чтобы у нас все это было. Вы конкретно покажите. Да нет, это, ну, в таком случае, что у вас по-другому, но точно так же, интересно. Мы ничего нигде не меняем. Вот сейчас там возник один у нас, женщины там, что-то там не так одеты. Мы как все выставили, показали, все в полный молчок. Я говорю, у меня в моем мире стоит 21 тысяча фотографий. Ну, ты понимаешь, что такое 21 тысяча? Ты разбери камушки или 21 тысяча, тебе хватит сколько считать там? А это фотографии. И найдите, где у нас неблагочестиво одеты в храме люди. Вот вы видите, когда занятия детские идут, как одеты дети? Это самые маленькие. Там Варя бегает, ну, Варвара, это совсем махонькая. Она вот так же под платок. Смотрите, это русские обычаи. Картина Сурикова, Бояриня Морозова. Посмотрите, как одеты люди. Это люди с натуры писали. Мы ничего не придумали. Это национальные русские обычаи. Это не монашеские. А, говорит, хиджаб. Да, хиджаб назовите. Что интересно, наши, когда сестры идут из храма, а тут дороги строят, разные там туркмены, там таджики. Как они наши сестеры увидят сразу? Наши сестры идут. Откуда они тут? А мы говорим, это православные. Нет, это наши. Православные, те ничего не знают. Вот так. Видят. Они видят. Благочестие. Вот на меня нападает, которая, и выступает на ролике мусульмане. Отец, мы вас очень любим. Как вы правильно поступаете? Мы мусульмане, но таких людей мы любим. Они в любви изъясняются мне. А мы ничего не делаем, просто живем нормально, показываем, как мы молимся, как обедаем. У нас все абсолютно открыто. У меня поставлено не два ролика, а 11100. И вот это мы выставим. Я, может быть, к утру уже выставлю его. Вы себя посмотрите. Красавец. Я вам, наверное, расскажу случай, кто у меня был. Вот тоже ездил в больницу, по два клоточка повязал, сзади мусульманка идет, послал ему поздоровался. А я говорю, Христос, смотрите, я не ваше. Она говорит, ммм. Что это говорится? То есть мусульманка и стою принимает. А это сбытка себя. Да это внешне ничего не значит. Главное сердце. Так это от сердца и идет. Да, мне много раз уже об этом говорили. Вот сестра, с которой сгорела, она опять, ой, ну внешне не значит. Вроде все вот так, это ничего не значит. А скажите, а почему в монастыре особая форма? А почему в армии? А в армии зачем? Даже в войну отступали, но в форме были. И что пуговица была застегнута, а отступают уже до Москвы и форму содержат. И это помогло сосредоточиться и выиграть войну. Ну мы что, совсем глупые, что ли? Ничего не значит. Это много значит. Ну-ка, ты что залезла-то? Вылазь. Паля, уходи. У меня вчера случай такой небольшой заметка. Вот как все-таки значит, как мы себя ведем и как мы будем отвечать не только за себя, но и за подачу соблазна, обрадикудет. У нас в школе приходит вот мальчик одна, ну интересно, конечно, она молодая, современно одета, и у нее ребенок, мальчик. Волосы такие симпатичные, ходят в куври, крупные-крупные, такие шикарные. Но у нее очень длинный волос у него. Я могу, правда, это ценит волосы, и не стрижет его. А я на нее еще смотрю, мы думаем, ну почему из мальчика девочку делают? Все хочется сказать. Ну как, посмотрю на эту маму, думаю, она меня сейчас, то есть боялась еще. А вчера думаю, нет, решусь, хотел подойти к мальчику. Тут мама уже подходит. Я говорю, а вы хотели чем девочку? Он говорит, нет. Я говорю, а девочка есть? Нет. Я говорю, а почему у вас мальчик, как на девочку? Ну почему длинный волос у него? Это Евангелие нужно, то есть, когда женщина растет длинный волос, это честь для нее, а когда мальчик, это длинное, я говорю, ну священники не к Евангелию делают, то есть, я уклон делаю именно к Евангелию. Хотя я еще не все дословно, я выучила, может, там 20 метров с указанием, два стихов, но это мало, конечно, но не все я знаю, но какие-то места хотя бы приводить и ссылка делать на Евангелие. Я говорю, священники-то делают наоборот неправильно, они должны волосы стричь, а бороду не стричь. Да. А как Евангелие, я говорю, видите, спаситель-то рисует, но это взгляд художника в последние времена у спасителей в длинные волосы. Они были, например, что спасители берут, а ведь я как слышала, говорят, где-то в Барусалине, там древние фриевские, там спаситель был. Вот в такие, ну, миллионные волосы были. То есть, это просто современный взгляд художника. А вот у меня, раньше я покупаю тендари на стены, у меня спаситель вообще с голубыми волосами. Вот я уже с себя говорю, я тоже как-то приглядела и говорю, ну не может быть спаситель на одно, значит, изображение стены, но иродус был бы ладан. А посмотрите, икона Яна Златоуста, он как бокс подстриженный. Этого не было, чтобы длинные волосы. А уже Иоанн Кронштадтский уже в последнее время это уже они решили этим выигрывать. Но Писание абсолютно четко дает нам, как мы должны себя вести. Но он не делает, а ты не смотри. Что тебе до того Господь сказал, а ты иди. Он говорит, Господи, а он что? А что тебе до того, Петр, ты иди, я тебя призвал. Мы отвечать будем за себя на суде Божьем. Мы сказали, больше старайтесь, лишний раз не говорите. А вот отпечатайте правила 86-го собора. Почитай, 6-го собора, 84-е. Все. Я вам сейчас поговорим, если у вас его нет, я его скину вам. Я думаю, вот это может пригодиться. Тут все с Евангелем, все подчеркнуло, выделено. Я не вижу еще это, это нельзя увидеть. Сами смотрите, вы уже много знаете. Все по Евангелию. Так, вопросы еще какие-то есть? Спасибо, Христос. Слава Иисусу Христу. Я рад, что вы зашли. Вы по порядку, давайте. Кто это, как звать? Крайний. Нина. Русьяна. Не понял. Татьяна. Татьяна? Да. А вы? Нина. Нина. Еще раз. Нина. Нина? Да. Татьяна, Нина. У меня сестра Татьяна, а у жены сестра Нина. А у нас очень интересно, знаете, у меня дочка Татьяна, зять Андрей, а я Катерина. То есть три имена. А у Татьяны те же три имена, как немножко в другом. Она сама Татьяна, дочка Терен, зять Андрей. То есть у нас семьи одинаковые имена, одинаковые имена. А знаете почему? Потому что называют не по календарю, как положено. А поэтому такие имена. Крикни у нас сейчас заболели. Пять Валентин болеет. Пять. У меня сестра Валентина. Вот я говорю, вы как называли? Вот Владимир. У нас в деревне-то пять человек, а из них трое Владимиры. Вот я говорю, у меня старший брат был, Самуил, Игнатий, отец Иоаким. Ну где эти имена? А у меня дяди, которые на фронте погибли по матери. Макарий, Филарет, Эммануил. У отца Амос, Наум. Амос, Наум, Степан. Вот как называли, по календарю. Это в одной семье, считай, какие имена, которых вообще нет. Я говорю, в правительстве был Ворошилов, знаете, конечно, Климент Епримович. Ни Климента, ни Еприма нету. Даже Сталин, и то был Иосиф, Виссарионович. Где Виссарионович? Ну понятно, что мы оскудели. Ну просто не понимаем, что мы потеряли. А вот все, стандарт одно, как это, это клен, это береза. Иосиф Виссарионович, у вас сегодня занятие, мы вас отпускаем. Так, я вам скажу, очень даже прошу, про меня нигде, чтобы меня забыли, нигде нету. Вы говорите, так говорит Господь, так это, они про меня весь эфир наполнен гадостями всякими, а ничего нигде не доказано. Они, чем больше лгут, тем больше втеряют. Они думают, ну покажет, я плохой, ну хорошо, я плохой, дальше что? Ну закон-то остался законом. Через меня его Господь сделал открытым, только и всего. А вы теперь убейте. Почему? А вы осветили. Я говорю, знаете, напоминаю, этот магазин грабят, в темноте люди мимо идут и не видят. И вдруг разворачивался шофер-то и осветил. Их схватили. Они больше всего ненавидят теперь этого шофера, он их даже не видел. Вы поэтому на меня и злитесь, что я открыл книги и осветил. Осветил и увидели, что вы нарушаете каноны, нарушаете Евангелие, Бога не боитесь. Зачем вам это нужно? Вы куменизме состоите. Зачем этот куменизм вам нужен-то? Вот сейчас боятся ИНН. Там не знаю, как он говорил, Иоанн Крестьянкин, да сейчас на него тоже на покойника. А он ИНН признал, это буквы, которые ничего не знают и значит не теряют. А вот когда знак будет давать и сотрещение через креста, вот. А это ничего не значит. Церковная, священная, началья ответила на эти вопросы. Ответила очень четко и ясно. Выходи. Игнать, тихо, можно я спрошу вас? Давайте. Вот я работаю в иконной ласке. Так. Это грех, наверное, работать там. А в какое время вы работаете? Где? На территории церковной? Ну, на территории церковной. Не в храме, но на территории. Канон запрещает в церковной ограде. Но я тут не знаю, что считать за ограду или как. Понимаете как? Это надо на месте смотреть. Вот у нас нигде, мне отвечать далеко, у нас нету торговли. Вообще нету и все. Дело в том, что по встресеньям работают. А я говорю, желательно бы не работать. Встресенье мы собираемся для озвучения евангелия, для общения. Вот она еще, что отвечает? Знаете, то надо брать себе шкалу повыше. Вот хотел бы, чтобы другие так же в воскресенье еще не знали. А как по-другому? Я не знаю как. Я не вижу вас здесь. У меня было одна же так. Меня вызвал один благочинный в Красноярский край. Им, я печник, печь сделать для просворни. Ну, пока работали. А он двух дал продавцов. Там Нина, кажется, и Юля. И они со мной работали. А я им все рассказывал. А он когда приехал, настоятель-то, он благочинный, Красноярского края-то. Ну, на завтра служба, в понедельник-то. Никого нигде нет. А народ шумит. Он говорит, что там шумят-то? А он вышел там, алтарник-то. Да-ка там, говорит, продавцов нет, а народ-то весь не туда. К тысячкам к этим своим. Кам-кам. Ну и, а где они? Да-ка они, говорят, вон там стоят и молятся. А ну зови их сюда. Вы почему стоите? Ну как, мы вот узнали, что торговать нельзя в храме. Ну я сказал, я уберу, но сегодня пока поторгуйте. Она говорит, а сегодня меня Бог здесь убьет, еще буду делать. Ох, как он рассердился, священник. Отец Александр, да вы же сами сказали, Игнатий вам расскажет, что тут надо работать. Так я же не сдал, не думал, что в один день вы откажетесь. Вот такими будете. Ты услышал? Все, лопату положил, воскресный день свободен. Свободен. Ты воскресные дни только занимайся одним. Как Богу угодить? Помолиться, больных посетить, нуждающихся. Может на природу сходить, там с тучатами отдохнуть. Вот это я просто советую, как мы делаем. Все, дорогие мои. Спасибо, Христос. Смотрите, поставьте источник. Богу слава. Слава Богу. Слава Богу. Спасибо.